Добрый день! Сегодня рассказ пойдет о растении, которые я чрезвычайно люблю и которому я очень благодарна за многие его свойства. И вообще этому растению, если бы цветоводы, те, кто занимаются комнатными растениями, ставили бы кому-нибудь памятники, как ставят там памятник собаке, ставят такие памятники кому-то, я бы этому растению поставила памятник. Это аспидистра. Я думаю, что все знают, как она выглядит. Вот посмотрите, достаточно жесткий лист, темно-зеленый может быть, может быть с полосками. Может быть с пятнышками. Ну вот так, как все представляют, большинство людей аспидистра, она выглядит вот так. В чем же ее прелесть? А прелесть ее в том, что это растение, как никакое другое, является теневыносливым. Конечно, я никогда не экспериментировала и не ставила аспидистру в совершенно темном помещении. Но там, где я иногда видела, она растет, просто мне кажется, что ни одно другое растение не продержится даже три дня. Вот поэтому этому растению честь и хвала. Оно нас очень сильно выручает. Иногда, когда нужно где-то все-таки поставить какое-то зеленое пятно, но ничего другого поставить невозможно. На самом деле аспидистра кажется растением таким скучноватым, но растение очень и очень силуэтное. Оно не бывает, как правило, таким растрепанным. Здесь просто деленка. Вот эта деленка, вот старый лист. Вот посмотрите, если мы старый лист отделим, то здесь уже очень красиво нарастает вот такой вот кустик замечательный, который хорошо держит форму, которые четкие, четкие абсолютно границы. Поэтому, как офисное растение, аспидистра тоже незаменима. И вот в связи со всеми этими ее качествами, естественно, люди смотрели и находили все новые сорта, и, естественно, в смысле новые виды, и выводили новые сорта. Ну, вот это вот самое обыкновенное аспидистра. Слушайте, я не знаю названий. Даже вот сейчас я не удосужилась пойти и посмотреть, как это все называется. Значит, есть аспидистра просто с зеленым листом. Есть аспидистра. Вот видите, вот она пестролистная. Это вот такие вот продолговатые полоски. Есть аспидистра просто с ярко-белыми полосками. Мы, наверное, не достали, не дошли до нее. Ну, в принципе, вы должны себе представлять, что здесь вот такие пестрины белые. Очень много аспидистра пятнистых. Вот посмотрите, лист более тонкий, вот с такими вот прекрасными пятнышками. Тоже растение очень забавное. Ну, прям замечательное растение, я бы сказала. Тоже пятнистое растение. Ну, а уже вот давайте сравним другие совершенно черешки. Черешки листовые высокие. Листовая пластинка шире, но тоже очень симпатичны. Такие вот веснушечки на ней. И тоже куст всегда держит форму, очень симпатичны. Есть совсем мелкие сорта аспидистра. Сейчас они у нас в что-то очень, в таком не очень состоянии хорошем. У них коричневеют концы листьев. Вот это, как раз у этого вида мне не нравится, это свойство. А вот, например, тоже вот из маленьких, видите, из низеньких таких видов. Тоже вот пятнистая, очень симпатичная такая штучка. Это еще, понимаете, вот аспидистра у нас как бы не является каким-то приоритетным растением, над которым мы дышим. Вот если мы все время там папоротники смотрим, как-то за ними специально ухаживаем, аспидистра стоят себе и стоят. И, конечно, лишний раз там где-то подрезать что-то, подформировать. Сейчас вот зимой будет время, займемся. Вот. Да, и еще у аспидистра бывают совершенно непохожие на наше представление аспидистрии, совершенно непохожие листья. Вот, посмотрите. У этой аспидистры вот лист похож на какой-то лилейный. Ну, вообще оно относится к семейству лилейных, надо сказать. Вот. Но вот как раз похож на какой-то ирис. Вот такой вот лист, необыкновенный, узкий. Растение тоже очень выносливое и очень симпатичное. Кстати, на этом растении можем показать цветение. Вот оно. Смотрите. Вот цветы. Они все находятся в основании, у корней в основании растений. Все буквально аспидистра вот примерно так цветут. Просто есть большие какие-то цветки, а есть какие-то поменьше. Вот здесь цветки мелкие. У меня есть одна аспидистра, привезли из питерского сада, у которой, как мне сказал Павел Лобков, огромные красивые такие кремовые цветы. Но у нас она еще ни разу не цвела. Как зацветет, мы ее снимем и покажем. Вот. Потом образуются плоды. И у многих растений плоды тоже совершенно необыкновенного синего цвета. Вот, например, посмотрите. Вот, скорее всего, вы скажете, что это тоже аспидистра. Это близкий род к аспидистре. Называется пелиозантес. Замечательное растение, которое, кстати, выше помянутый Лобков очень всегда рекламирует. Когда-то он взял к себе домой, и это просто разрастается таким огромным кустом. И главное его качество, у него никогда не коричневеет ни кончик листа, ни бока. Вот просто, вот совершенно, если протереть лист, он такой блестящий, нарядный в любое время года. Растение замечательное. Вот, посмотрите, тоже оно цветет. Вот, тоже такие прикорневые соцветия. Вот они цветут. И после этого образуются ярко-голубого цвета плоды. Что тоже очень нарядно, необычно и, в общем-то, и интересно. Потому что, ну, я больше синих плодов в природе, конечно, не встречала. Может, они и есть, но я не знаю. Вот, вот, такой я вам показала даже небольшой набор аспидисток. Даже если вы вообще сделаете у себя на подоконнике вот такой сад только из аспидисток, это уже будет очень интересно, необычно. Я вас уверяю, что все, кто к вам будут приходить, они будут спрашивать, что это такое, что за растение, как и чего. Прибавьте к этому абсолютную неприхотливость. Практически ничего на них не действует. Пересушите – простоит. Зальете – простоит. Корни, как провод. Вот, видите, вот как проволока корни. Когда мы ее делим, ее просто невозможно разрезать даже секатором. Поэтому, если у нас есть ленивые зрители, которым не очень хочется ухаживать за комнатными растениями, но при этом, вы же понимаете, любой горшок с зеленым листом, который вы поставите у себя в доме, оживит и украсит любой интерьер. Вот аспидистра из этих растений абсолютно. Поставьте одно растение на подоконник в каком-то симпатичном горшке, и я вас уверяю, что ваша комната заиграет. При этом усилий по уходу будет ноль. Ну, я всегда с осторожностью произношу эти слова, потому что вы не забывайте – это все живые существа. Конечно, они требуют вашего внимания и заботы. Чем больше, тем лучше. Но, тем не менее, одни требуют очень много. И при этом иногда ответ никакой. Возьмет, порастет, порастет, да и сдохнет. А есть растения вот такие благодарные. Поэтому спасибо, аспидистра, тебе вот за все, каждому растению. Просто палочка-выручалочка. И я очень вас агитирую за то, чтобы на каждом огне стояло вот такое растение. Тем более у нас огромный выбор, приезжайте. Опять-таки, делаю рекламу своему садовому центру. Покупайте, и вот я вас уверяю, будете очень довольны. Оно очень хорошо нарастает, его очень легко делить. Правда, почему аспидистра стоит дорого? Нарастает медленно. Но медленно нарастает, если мы делаем деленку из двух листьев. Но если уже у вас на растении 5-6 листьев, вот тут во все стороны идут корневища и на них почки. И вот такой пушистый кустик уже потом нарастет довольно быстро. Так что приезжайте к нам, покупайте эти растения, рекомендуйте своим друзьям. Мы будем рады. И будем рады снова с вами встретиться. До свидания.